ФЕМИНИЗМ В моем блоге есть старый пост про основы феминизма, который называется Feminism 101 И если вы уже сейчас хотите послать меня на кухню в комментариях или если вы такие ЧЁ, феминизм? То либо идите прочитайте этот пост сначала, либо никогда больше не заходите на мой канал, потому что у меня нет сил на такое Вот я сделала рисунок Вот, просто хочу такой маленький шажочек от полного непонимания или ненависти сделать к вежливому интересу или типа такому положительному а не Вот, вот где-то отсюда и дальше так я вижу свою ЦА для своих видео про феминизм. Вообще я хочу больше рассказывать про феминизм в своем канале и помогать вам расставлять как-то все немножко по полочкам, потому что информации в голове Потому что информации действительно много и в этом тяжело разобраться, особенно если у вас нет соответствующего образования, например, социологического или если вы не знаете английский Естественно, есть люди, которые не знают английский и не социологи, которые во всем этом разбираются, но просто тяжеловато. Также я хотела сказать, что течений феминизма очень много и мое сердечко лежит к Интерсекциональному Я не могу вообще на русском говорить это слово Интерсекциональный Интерсекциональный Феминизм В этом видео я хочу поговорить с вами об одном из мифов феминизма. О том, что феминистки ненавидят мужчин. И тут не все так просто Частым ответом на фразу «феминистки ненавидят мужчин» является Нет, 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 нет Мы что вы, что вы. Мы не ненавидим мужчин. Мы ненавидим патриархат и мы ненавидим сексизм и феминизм за равенство. И это безусловно так. Феминизм действительно выступает за равенство и феминистки ненавидят сексизм, угнетение и патриархат. И Но такое дело, многие феминистки вполне обоснованно ненавидят мужчин, потому что те их, well, I don't know, продают, унижают на работе, называют тупыми шлюхами, насилуют. Многие феминистки, которым чуть больше повезло в жизни, ну, я не знаю, может быть, им не отрезали клитор, или их не прогоняют из магазина за тёмный цвет кожи, или они выглядят очень гетеронормативно, и у них традиционные сексуальные предпочтения. Или они просто очень толстокожие, и тогда я завидую им и очень рада за них. Многие эти феминистки не чувствуют такой острой ненависти к мужчинам, и всё было бы супер круто, я... Если бы они при этом не обесценивали ужасный опыт и чувство своих менее удачливых друзей и подруг. Ты такая злая, ты с таким настроем никогда не переманишь никого на свою сторону. Это не игра в вышибалы. Если бы меня изнасиловали, и я бы потом всю жизнь чувствовала ненависть к мужчинам, это было бы норм. Если бы каждый мужчина на моём пути унижал меня и отпускал сексистские комментарии, и я бы в ответ возненавидела всех мужчин, то это тоже было бы норм. Чувства и опыт людей важны, и когда ты говоришь им быть добрее и вежливее, ты даёшь им понять обратное. Когда я слышу, феминизм для мужчин тоже и насилие не знает гендера, то я хочу орать. Потому что это настолько же абсурдно, как прийти на родительское собрание, посвящённое дракам детей в школе, и начать говорить, драки не знают возраста, взрослые тоже дерутся. Мы вот беседуем тут о драках наших детей, но драки, но мы, но мы тоже дерёмся, это наша проблема тоже. И на родительском собрании учителя не говорят родителям, чтобы заинтересовать их побольше в проблеме, что, мол, вы тоже, вы тоже дерётесь, вам тоже это поможет. Так что вы послушайте про драки ваших детей и помогите нам с этим разобраться, потому что это вам тоже поможет, вам лучше будет. Нет, так никто не говорит, блин, потому что дети дерутся, это проблема. Вам тоже это поможет, вы будете меньше драться в своей жизни. Да, возможно, возможно, родитель послушает какую-нибудь лекцию какого-нибудь психолога, который объяснит, что детям не нужно драться, и подумает, ну, наверное, я тоже не хочу драться. Да, возможно, но зачем это говорить сейчас? Типа, здоровье детей не важно само по себе? What the fuck вообще? Не обойтись без этого? Вам тоже перепадёт. Да, конечно, перепадёт. Феминизм делает лучше всем, потому что патриархат и мочизм — это гнилое дерьмо, и оно делает хуже всем. Но неужели это необходимо каждый раз говорить? Неужели права женщин не важны сами по себе? Я феминистка, я за равенство, у меня есть любимый парень, и у меня есть куча друзей-мужчин, но я вполне обоснованно ненавижу и боюсь мужчин, потому что я знаю, что мужчины могут сделать мне плохо, как делают плохо миллионам других женщин по всему миру. Я этого не показываю, и это не особо сильно влияет на мою жизнь, но это всегда во мне. И это ок, и ничего общего с мизандрией это не имеет. Спасибо, что посмотрели моё видео, подписывайтесь на мой канал, также подписывайтесь на мой паблик, все ссылки есть в описании к видео. Давайте развлечёмся и посмотрим, что там в комментариях. Пока! Пока-пока!